И всё. Пусть люди знают, что у нас серьёзные здесь занятия. Потому что праведник, как сказал, Всевышний выполнил. Кто-то выполняет волю Всевышнего как свою, потом Бог выполняет его волю как свою. Поэтому чем более человек праведный, тем у него сильнее его слова. Слова, то есть он как бы со Всевышним попадает в резонанс. Поэтому вот если вы попросите, например, Якова Шатанина, чтобы он вас благословил или помолился за вас, то это прямо прямая связь. Если он ещё пойдёт на Коты, если он пойдёт к стене плача, или очень сильная молитва, очень сильная молитва – это в Хевроне. Хеврон – это где похоронены первый человек, Адам Ришон и Хава, первая женщина. Там же похоронены Авраам, Ицкак, Яков и их жёны, Сара, Ирифка, Рахель или Рахель похоронены на другом месте. Вот там тоже сильная молитва. Хорошо, значит, сильное место, сильный праведник, и Всевышний принимает молитву. Так, всё, сегодня мы продолжаем изучать, изучать, значит, у нас сегодня идёт уже, какая у нас, восьмая, восьмая глава, мы быстро, хорошо продвигаемся, врата жестокости. Мы изучали, что жестокость – это ужасное качество, которое очень человеку вредит, которое является корнем многих других плохих качеств и проявления человека, и является таким, как сорняком, да, внутри, который, эта жестокость, она потом уже, ещё раз, главный принцип, я надеюсь, что мы уже все поняли, что та мера, которую человек меряет, да, то, что вы выдаёте в мир, то вы получаете. И получается, что жестокость, которая в сердце человека, она вызывает на него жестокость. А если нам… и наоборот, то есть, понятно. Теперь здесь он дальше объясняет более детально, где и как жестокость может проявляться, где нужно себя отслеживать, чтобы её, не дай Бог, не проявлять, потому что, как говорил царь Сламон, он, копающий яму, в неё упадёт. И тот, кто катит камень на кого-то, да, он от этого камня потом его и придавит. Поэтому, значит, вот давайте разберёмся. В Торе написано, и очень важно об этом, прямо много-много раз в Торе написано, что вдовую сироту не обижайте. И везде подписано, где говорится, вдовую сироту не обижайтесь, не обижайте, написано, и бойтесь, бойся Всевышнего. То есть, Всевышний говорит, смотри, понятное дело, сирота за себя не заступится, за вдову тоже никто не заступится, да, кто за неё заступится, за вдову. А за сироту вообще, у него вообще никого нету. Но Всевышний-то видит, не надо, чтобы за него кто-то заступился. Ты не думаешь, что в этом мире всё вот такое вот односложное. Нет. Потом проходит время, этот вот Раисе, да, он, значит, там, сирот и вдов столько, наверное, там, накалашматил ранее. Оп, упал вертолёт. Нету Раисе. Значит, Всевышний говорит, я здесь распределяю всё, поэтому, знай, отдача будет. Дальше, дальше он говорит про бедного, да, то есть, с бедным тут очень сложная тоже система взаимоотношений, что, мы уже говорили об этом, всё же в этом мире относительно. И то, что для одного 100 долларов, для другого это жизнь. Я слышал, когда-то в машине ехал, и по радио один такой раввин, который отвечает на вопросы. И звонит ему одна женщина, и говорит, вот у меня такой вопрос. Значит, мы были богатые, продали фабрику, у нас было прям очень много денег, и после этого, куда мы не инвестировали, мы больше ни копейки не заработали, уже годы, говорит, мы уже все деньги потратили, у нас, говорит, вообще просто какая-то чёрная полоса, которая не заканчивается вообще. То есть, после того, как мы продали эту фабрику, мы копейки не заработали. Значит, и раввин этот говорит, а скажите, вы, говорит, с рабочими рассчитались, со всеми, когда продали фабрику? То есть, она говорит, не, у нас было там последний месяц, в общем, были какие-то суды-пересуды, в общем, мы рабочим не заплатили, за последний месяц. Он говорит, так, конечно, говорит, пока вы с ними не рассчитаетесь, они вам не простят, у вас перекрыто всё. Потому что для них это было, то есть, для вас вы продали фабрику. Может, мы вчера на эту тему говорили, по сути-то вы, может быть, и правы, по суду даже решил, да? Но что? Но для человека, который отработал там месяц, и пришёл домой, и ему нечего, нечего заплатить за квартиру, у него жена, дети, нечего кушать, там, и так далее, то вы у него жизнь забрали. То есть, может, вы по суду и правы, а по, реально, вам перекрыло всё. Вот уже 10 лет, говорит, найдите, рассчитайтесь, пусть они вас простят, попросите прощения, и у вас всё откроется на небе. И здесь тоже он пишет, что именно нужно быть очень осторожными к самым незащищённым слоям населения, сироты, вдовы, бедные. И здесь сказано, вот тоже, обвинять евреи, там плохо к другим относятся, написано, пришельца, не притесняй, и не угнетай его. Значит, в Израиле, когда Бог давал Тору, раньше люди ходили, приходили, уходили, нужно особенно быть осторожными, не притеснять вот этих вот бесправных людей, которые приходят, и, значит, они же пришли как пришельцы, во всех было народах, да, потом евреи это очень хорошо на себе почувствовали, когда приходили, значит, они были бесправные, из Испании выгнали, оттуда выгнали, то есть всё время грабили, забирали, если ты не отсюда, мол, всё, плати. А по Торе нельзя притеснять, и не угнетать его, и поэтому все эти страны, которые угнетали, притесняли, потом Всевышний их наказывает. И дальше он пишет, нельзя быть жестоким к животному, потому что в притчах, мы учили притчи царя Соломона, что праведник, он знает душу своего даже животного, то есть он очень внимателен даже к своим животным, и это значит, что не следует слишком утруждать животное, и нельзя морить его голодом. Я вчера видел, зашел я в магазин, где животное продают, ну, животных, как называется этот, ну, в общем, магазин, зоомагазин. У нас тут кошка приходит, и мы её там подкармливаем, эту кошку, я зашел купить корм для кошек. Купил я, покупал корм для кошек, и там мальчик, который в этом магазине, то ли он волонтерит, то ли он на каникулах подрабатывает, ну, такой мальчик, может, лет 10-11, и он там чистит какую-то клетку, и он вскативает и кричит этому, ну, хозяину магазина, он говорит, это говорит царба Алейхаим, это, говорит, нарушение здесь происходит, заповеди страдания животных. Он говорит, вот эти цыплята, там была цыплята маленькая, да, у них воды же не было, я им налил воду, они как бросились пить, и это, говорит, нельзя так делать. Прям маленький мальчик знает уже вот этот вот закон, что, значит, нельзя издеваться над животными. И даже есть отдельно в книге Шмот, в Торе, написано, если ты увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношью своей, то не оставляй, не оставляй его, помоги, разживь его вместе с ним. То есть, даже если это враг, но ослик-то в чем виноват? Это же ослик, помоги. Значит, дальше он пишет тут интересную вещь. Он говорит, если тебя люди боятся, то это для тебя опасно, это не для них опасно, для тебя опасно, потому что так получается, что ты властвуешь над ними, и где-то ты кого-то обидел, где-то ты кого-то там заставил, да, что-то сделать незаметно для себя, и, значит, этим ты себе вредишь, потому что, известно, в Талмуде написано, что власть сокращает жизнь. То есть, человек, который властвует, он, он, по-любому, он кого-то обидит, кого-то он что-то сделает, плохое, ну, невозможно. То есть, человек, который, люди борются за власть. Был прекрасный актер Владимир Зеленский, комедийный, все его любили. Такой был просто вообще человек, которого любили все. Я не знаю ни одного человека, который бы не любил бы Владимира Зеленского, актера, да. Потом он становится президентом. И президентом, да, он становится. И это сложно. Тут начинается сразу же, тут надо подписать, кого-то казнить. А может, его несправедливо обвинили. Тут надо подписать президентом, война начинается, да, сотни тысяч людей. Страхи. То есть, тебя, кто-то хочет каждый день покушения, кто-то хочет тебя убить, кто-то хочет тебя, там, ненавидит. Все. Власть, он пишет, это очень опасная вещь. И, значит, в то время вообще было, было такое понятие, люди были очень разделены классово, да, потому что мы сейчас живем в такое время, мы не ценим, ну, типа, свобода у нас вообще, каждый сам себе хозяин, свободные люди. Хочешь туда лети, хочешь сюда лети, хочешь пришел, с работы ушел, хочешь на другую работу, пришел, хочешь вообще не работай. А раньше были вообще рабы. Рабы были бесправные, вообще они просто были, как роботы такие, да. И в книге Йова, Тора говорит, с ними тоже нужно быть очень остораженным, и с ними разговаривать мягко, даже в момент ссоры. И выслушивать его раба даже, требования и жалобы. Откуда мы это знаем? Есть очень знаменитая книга, может быть, мы когда-нибудь начнем ее изучать, книга Йова. Книга Йова, это был такой праведник Йов, который был вообще праведный, у него все было хорошо, и потом Сатан Всевышнему сказал, а, говорит, значит, Всевышний сказал Сатану, говорит, есть праведник Йов, посмотри, какой праведник, да. Сатан говорит, а что он просто так праведник, посмотри, какая жизнь у него царская, да, у него все хорошо, он праведник, у него все хорошо. Бог говорит, давай его проверим, давай. И вот Бог у него все забирает, Очень интересная книга о небесном суде, как это работает. Здесь приводится из этой книги высказывание Йова. Написано так. Йов говорит, если отринул, если отказался я право моего раба и рабыни моей, что были в тяжбе со мною, что я буду делать, когда Всевышний приступит к суду? И когда он спросит, что я отвечу ему? Ведь создавший меня в материнском чреве создал и его, и сотворил нас один в утробе. То есть нас и раба, и меня сотворил Бог. Йов был самый богатый человек Востока тогда. Представляете? И он, в чем была его праведность, и в чем вот суть этой книги? Он даже в таких вещах, он был очень осторожен. Он даже вот, он пишет, даже с рабом моим, я нас сотворил Творец, мы с ним равны, я должен его выслушать нам и так далее. Теперь дальше написано, он дальше переходит. Еще раз он нам напоминает, что одна из главных заповедей в Торе – «Люби ближнего самого себя». Но всякий, в ком есть свойство жестокости, весьма далек от этого. Жестокого люди не любят, и он никому не нравится. Теперь, если… Хорошо, вот Жанна, допустим, Трактенберг, она думает, не, все, я буду добрая, вообще добрая, добрая. Тут у нее, например, кто-то, ей нужно ему сделать замечание. Она думает, как же я ему буду делать замечание, я же добрая. А и не сделать замечание, может, это для него же хуже. Поэтому написано так. Если нужно упрекнуть кого-то, нам сказано не упрекать жестокостью. Потому что, когда говорится, что нужно упрекать своего товарища, быть небезразличным, если он там делает какой-то грех, нарушает что-то. Но нужно так упрекать, чтобы не понести грех за него. То есть, не упрекай его грубо и жестоко, ибо этим ты срамишь его, и тем грешишь. Есть… Я это своими глазами не видел, но рассказывали, что Равыцкак Зильбер, он когда в Шаббат видел, как кто-то курит, например, он… Нет, целая книга Йова. В Торе есть целая книга Йова, и в Библии христианской она входит в эту книгу. Это… Она очень сложная. В этой книге скрыты все-все законы Кабалы. Книга Йова очень сложная для понимания, для изучения. Значит, Рав Зильбер подходил к человеку, который курит, например, в Шаббат. И он говорил, здравствуйте, извините, пожалуйста. Ну вот если вы евреи, он говорит, ну там, да, например. И он говорит, а вот вы могли бы… Он так мягко это говорил, что на него никто не обижался. А когда-то я читал в «Криминальную хронику», и там было рассказано про убийство в центре Тиева. Я тогда жил в Тиеве. Что… В чем была причина убийства. Значит, один человек стоял, курил, второй ему сделал замечание, тот ему ответил, этот ему ответил. «В общем, тот, кто сделал замечание, его и убили». Значит, это ужас. Это просто страшная история. Потому что… А потому что… Зачем делать такое замечание, что после которого тебя же и убьют? Это… Это вообще непонятно. Поэтому здесь нам в Торе, когда написано, что делайте замечание, написано, но делай так, чтобы ни в коем случае человек на тебя не обиделся. То есть, ты ему намекни, скажи, там, и так далее. Дальше он пишет. До сих пор мы говорили об отрицательных сторонах жестокости. Но бывают случаи, когда необходимо быть жестоким. Это жестокость к злодеям. Как сказал Йов, в книге Йова, тоже 29 глава, 17 отрывок, написано, «И крушил я клыти преступные, и добычу его отнимал». То есть, Йов был такой праведник, который не только он внимательно относился к своим рабам и говорил, что я должен их внимательно выслушать, спокойно, что если ему что-то не так. Но он при этом, он и… В этом и есть праведник, что он выполняет волю Всевышнего. И если вот тут была воля Всевышнего – крушить клыки преступные, добычу отнимать у злодеев, то он это тоже делал. Теперь, смотрите. Значит, закон велит казнить злодеев и наказывать их плетьми. И написано в Талмуде, 8, 6 страница, трактат Ктубот. Сказали мудрецы, того, кто отказывается исполнять заповедь сука или цицит на своей одежде, или мезузы на своих дверях, бьют до тех пор, пока не умрет. То есть, преследовать злодеев и угнетать их, дабы вернуть их к добру – все это требует определенной жестокости. У меня сосед без цицит. Все, вот, он не носит цицит, сосед, например. Написано, что надо, значит, мне убить до тех пор, пока не умрет, не дай бог. Нельзя напрямую все это понимать. Вот. Но, что интересно, да, что я для, сейчас вот в конце я скажу, как я для себя это все понимаю. А, значит, не начинайте сразу там бить всех, кто без цицит и так далее. Значит, дальше он пишет, к злодеям надо быть жестоким. В суде нужно быть, даже если это твои родственники, друзья или бедные, должно быть все по справедливости. Не должно быть несправедливо, должно быть все честно. То есть, именно максимально рационально по букве закона, невзирая на лица. Есть известная история, как в Перте, вот написано, что если будут двое судиться перед тобой, так как суде совет, пусть будут в твоих глазах оба как злодеи. И когда они пришли к тебе судиться, то есть смотри на обоих, как на злодеев изначально. Несмотря на то, что там мало ли кто из них, может кто-то из них твой родственник. То есть, смотри, предвзято на них, на обоих только одинаково. А когда они будут уходить от тебя после суда, то смотри на них, на обоих как на праведников, если они приняли суд. То есть, если они сказали, да, действительно, мы принимаем закон, то оба стали праведниками. И там есть история, как один был великий такой раввин в каком-то местечке. и были там люди, которые было два, двое было, которые, это интересная история, был в каком-то мистечке раввин, великий праведник такой, божий одуванчик, то есть вообще, ну, просто. И, значит, было два в синагонии, двое, которые были тоже такие очень праведные люди, очень помогали деньгами, но у них был бизнес, какой-то они сделали там, что-то они вместе закупили, что-то они вместе продали, какое-то было у них дело совместное. И в этом деле они не могли разобраться. И они не могли разобраться в этом деле, кто из них в нем прав, но они оба были религиозные, верующие, очень уважали вот этого раввина, и они решили к нему пойти, значит, чтобы он им сказал, какой в этой ситуации, кто из них прав, ну, по Торе, чтобы он их рассудил. И они приходят, они приходят к этому раввину, и вдруг, значит, они к нему заходят, говорят, Рэба, к нам, вот, рассудите нас в этой ситуации. Он говорит, сейчас. А он был такой, ну, праведник царик, божий одувачий. И тут он говорит, сейчас приду, значит, мне надо к суду подготовиться. Выходит, вот так вот у него талит на голове, я читал эту историю, вот так закрытый, и говорит, встайте им обоим. Они такие, что он, сейчас буду вас судить. В общем, он начинает на них на обоих орать, они в шоке вообще. Он, значит, там, ты и ты, все они ему рассказали. Он говорит, так, в этой ситуации, значит, надо вот так вот и так поступить, значит, по Торию так и так. Они в шоке оба. Да-да-да, все, Рэба, успокойтесь, все это самое, все тихо. Все. Он говорит, принимаете суд? Принимаю. Он говорит, отлично. Снимает талит, говорит, ну, спасибо вам, там, Рэб, такое-то, спасибо, такое-то. Говорит, вы меня извините уж, пожалуйста. Ну, вот написано, что, когда пришли судиться, пусть будут в твоих глазах оба как злодеи. Поэтому я, как по Тории, я на вас смотрел, раз вы судитесь, как мы злодеев. Поэтому я с вами так и разговаривал. Такая же история. Теперь, дальше он здесь пишет, в суде нужно быть жестоким. И тут он пишет, интересный такой момент. Интересный момент он пишет, еще сказали мудрецы, у кого можно найти настоящую мудрость? У того, кто жесток своим детям, подобно ворону. Подобно тому, как вел себя Раф Ада Барматна, когда он отправлялся в Бейдмидраж, жена спросила его, что же я буду делать с твоими детьми, чем их кормить? Он ответил, пусть едят траву в поле. И он пишет, это ясно, кто слишком жалеет своих детей и постоянно думает, как заработать побольше, тот не обращает внимания на пути, которыми деньги к нему попадают, путем дозволенным или путем запрещенным. И любовь к детям заставляет человека вести себя не так, как полагается, а также отменяет учения. То есть, что здесь мы из этой истории видим? Она меня тоже, честно говоря, вначале возмутила, но потом, потом я вспомнил такую интересную вещь. Тоже в Пертьевод написано такой духовный закон, прям конкретно духовный закон, Амикабелла в Оль Тора, тот, кто берет на себя ярмоторы, именно не, там, как мы поучились, чуть-чуть с чайком, с кофейком, это не называется взять на себя ярмоторы, да? Взять на себя ярмоторы, это вот как люди, которые идут в Ешиву, они, например, встают до, еще до восхода солнца. До восхода солнца они должны успеть окунуться в Мику, значит, это такой вот специальный ритуальный бассейн для, для очищения, да, скажем так, духовного. После этого они еще до восхода солнца, до первого луча солнца, они уже должны 45 минут прочитать всю подготовительную часть молитвы. Шма и Сраэль они читают как раз последние минуты перед восходом, перед первым лучом солнца. И когда первый луч солнца показывается, они уже читают 18 благословений. После того, как они молятся, они потом целый день учатся, и так до ночи, а в полночь они еще встают и плачут по разрушению храма. Это называется взять на себя ярмо торы. Так, в Пертье вот написано, что тот, кто берет на себя ярмо торы, с того снимают на небе бремя пропитания, заботы о пропитании и бремя властей. То есть, он находится в ярме у Всевышнего, да, и он учится, он там работает над собой. Кто-то скажет, это легко, это вообще нелегко. Кто-то скажет, это тяжело, он ошибается, потому что, когда человек впрягается в это ярмо по-настоящему, ему открывается такой божественный свет и такое удовольствие, что, ну, ничем не сравнится, да. Но, тем не менее, оно вот идет так, как в спорте, когда ты набегаешься до рыгачки, когда организм уже отказывается там бежать, потом ты падаешь и потом приходит такое удовольствие, то есть, организм начинает выделять какие-то там морфины, какие-то вещества, чтобы снять боль. И удовольствие нереальное, да, я вот, ну, был в профессиональном спорте, кто был, он знает это удовольствие, когда тебя вот просто, ты уже не можешь двигаться и потом тебя накрывает вот эта вот волна. И после тренировки потом идет такая эйфория. Так вот, вот здесь как раз об этом и говорится. Он же шел не куда-то там в бар посидеть, он говорит жене, смотри, значит, в этом пусть едят траву в поле, в этом был намек, что тот, кто берет на себя ярмо служения Всевышнему, Всевышний о нем позаботится. Как он заботится о всем мироздании. Всем есть что кушать, всему мирозданию есть что кушать, поэтому не надо волноваться. Он ей говорит, жене, значит, если я иду учитору, Всевышний позаботится о наших детях. В этом был ответ. Но если бы он сказал бы, нет, я вот сейчас побегу, значит, с детками, как есть такие жены, типа, иди, детей отвези туда, отвези туда, сделай то, сделай то, сделай то, сделай то. Он целый день пытался там помогать жене, с детьми занимался, не учился, не работал, не то, не это. Потом, значит, ну и что потом? То есть, казалось бы, он милосердный к детям, а оказывается, он жестокий. А тут кажется, что он жестокий, а кажется, по итогу, называется, что он милосердный. Значит, дальше, он пишет, не надо слишком быть, то есть, нужно быть чуть-чуть жестоким. Тут он пишет, где надо проявлять жестокость? Преследовать злодеям, быть беспристрастным в суде, даже если это, тебе его жалко, но суд должен быть честным. Быть с детьми, не впадать, то есть, можно сказать, быть немного жестоким, потому что Тора, в первую очередь, и тот, кто действительно, по-настоящему, от всего сердца учит Тору, он делает для детей очень хорошо. Кто милосерден к жестоким, становится жестоким к милосердным. То есть, нужно быть жестоким к злодеям, не жалеть этих злодеев. И дальше, пусть будет человек немного жесток к своему телу, потому что тело, оно же, это чистое животное, это ецарара, это злое начало, животное начало. И, значит, нужно не жалеть свое тело, не углажать его, не поступать по своему хотению, но быть жестоким к самому себе, чтобы согнуть свое злое начало, жить со страданиями, есть такие варианты, заниматься учением, исполнять заповеди, даже если это очень трудно. Но не испортит здоровье, он пишет, не надо быть слишком жестоким, а средней линией поведения. Я тут написал историю рассказать про Раф Хэшина, есть такой, он был учитель моих сыновей, очень-очень святой человек, в киевской общине, он был такой, бресловский хасид, Раф Эли Хэшин. И вот Раф Эли Хэшин, он ни дня вообще не пропускал, окунался в Микву. В Микву вот этот вот ритуальный бассейн, значит, прямо он взял это на себя, и он каждый день как раз обязательно-обязательно перед молитвой окунался в Микву. И как-то была зима, вообще зима в Украине, а он ездил все время на Шаббат в Умани. Умани это где похоронен Раби Нахман, он бресловский хасид. И он как-то зимой, он едет в Умань, у него одно колесо пробилось, второе пробилось, в общем, и он не доезжает до Умани, а уже Шаббат. И он где-то останавливается в какой-то там месте, вообще, ну, не успевает до Шаббата доехать. И он в Шаббат просыпается, а нужно в Микву, а Миквы нет, зима. И он, значит, пошел он искать эту Микву, лазил там вокруг этого дома, лазил-лазил вокруг этого дома, нашел какую-то там лужу замерзшую, в общем, он каким-то образом там, я не знаю, как он ее, в общем, он окунулся в эту воду, в ледяную, мороз, зима, все, окунулся он и помолился потом, все. Это было самоотверженно, холодно вообще. Теперь, значит, он проходит несколько лет, он едет с детьми на машине, у него там 8-9-10 детей, очень много у него детей, едет на машине, тоже зимой, и его заносит, и его автобус переворачивается несколько раз, микроавтобус, падает с дороги в тювет, вот так переворачивается, их там 8-9 детей, полный микроавтобус детей, и падает в воду, вот в эту вот лужу, в которую он несколько лет назад окунался, ни у кого ни одной царапины, вот прям конкретное чудо, ни одной царапины ни у кого нет, да, то есть, когда человек самоотверженно служит Всевышнему, потом с ним случаются также чудеса, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба, значит, дальше, но он пишет, во всем остальном нужно отдаляться от жестокости, потому что это такое очень опасное, это как такое внутреннее оружие, то есть, если ты его направляешь куда-то, то потом ты можешь его направить никуда, не туда, куда надо, вот, теперь, дальше он пишет здесь очень много, вот я хотел бы сегодня успеть закончить, нам чуть осталось, очень важную вину, очень важную вещь он пишет, значит, смотрите, он говорит, кто настоящий злодей, и что мы можем сделать хорошего для своих детей, и как можно отомстить врагам, он пишет, да, здесь самый лучший способ, если ты желаешь отомстить врагам, врагам своим, прибавь в себе добрых качеств и иди по путям праведных, этим ты отомстишь ненавистнику, ибо станет он сожалеть, что ты обладаешь добрыми качествами, добрым именем, и будет он каждый раз горевать, слыша доброе о тебе, дальше он пишет, есть в Торе такая вещь, написано, что Бог карает детей за вину отцов, карающие детей до третьего и четвертого поколения, те, кто ненавидит меня, так сказал Бог, взгляни и пойми, кто более жесток, чем отец, чьи дети умирают из-за его преступлений, и нет более милосердного, чем праведник, ибо его заслуги засчитываются на тысячу поколений потомкам, ибо Авраам возложил своего сына на жертвенник, и Всевышний поклялся эту заслугу помнить его потомкам во веки веков, и все молитвы были, там Мошарабейна, он просил Бога, и мы всегда молимся Всевышнему, что в заслугу вспомни Авраама, Ицкака и Якова, Израиля, рабов твоих, царь Шлому молился Богу, вспомни благочестие Давида, раба твоего, то есть он молился, вспоминая Всевышнему, заслуги отца, и их молитва была услышана, поэтому он пишет, самое доброе, что ты можешь сделать для своих детей, это быть праведником, и тогда это лучшее наследство, которое ты можешь дать детям, потому что и молитва твоя услышана, и передается твоя праведность детям, и наоборот он пишет, за беспричинную ненависть был разрушен второй храм, и все несчастья в мир приходят из-за злодеев, и тут он приводит интересную вещь, из-за задержки суда, и неправедного суда, и отмены изучения Торы, приходит война и великий грабеж, чума и засуха, и о том же сказано во многих других местах, то есть получается, вот сейчас, например, в Израиле эта ситуация, когда говорят, вот война, какая-то неприятность, это все следствие, как в Сдоме было, в Сдоме делали грех, потом Всевышний накопили с грехи, уничтожил Сдом, то, что произошло 7 октября, это необъяснимо, то есть это просто необъяснимо, как могла вся вот эта огромная система безопасности отказать, и какая-то вообще куча бандитов, маньяков сумели сделать столько вреда, что сейчас, ну, из-за их, вот, там, я не знаю, 2-3 человека, которые все это закрутили, и там 3000 человек, 4, которые бандиты, которые зашли, это сделали, их израильская армия могла раздавить в 3 секунды, ну, в полсекунды, но почему это вдруг все остановилось, вся система остановилась, и нужно понимать, что все, что в этом мире, все, что есть у человека в жизни плохого, это приходит к нему или за его, какие-то неправильные действия, или за его, а именно за него, потому что сказано, что Бог наказывает детей за грехи отцов, если дети идут по пути отцов и делают те же самые грехи, то есть ни в коем случае, если дети становятся праведниками, то Бог не наказывает их за грехи отцов, это очень надо знать, поэтому, поэтому, значит, давайте подведем итог, жестокость, это плохое качество, теперь, есть случаи, когда жестокость надо проявлять, но тут нужно быть очень осторожным, то есть, это как дать обезьяне гранату, теперь, но, как я всегда думаю в таких случаях, я думаю так, что есть люди, у каждого человека есть склонность к чему-то, есть люди, у которых есть склонность к жестокости, например, есть люди, шойхиты, которые режут животных, вот они в день, он режет там тысячу куриц, для него это, это его работа, он делает очень хорошее дело, без него не было бы мяса, не было бы там этих ягненков, телят, которых он режет, которых люди любят кушать, но Всевышний дал специально ему возможность это делать, значит, это делать, теперь, есть люди, у которых есть склонность к войне, то есть, вот они, у меня старший сын в армии, он с детства любил играть в солдат, интересовал там и так далее, он любит это, ему нравится, это у него есть к этому склонность, то есть, Всевышний так сделал мир, что у каждого есть склонность к чему-то, теперь, если у человека есть склонность к жестокости, то надо ее направить именно против злодеев, надо ее направить в правильном направлении, если у человека нет склонности к жестокости, Мне кажется, что не надо ее развивать, то есть не надо. Она как бы, если ее развить и неправильно использовать, вреда будет больше, чем если ее не использовать, а именно сосредоточиться на добре, на позитиве, на мощности какой-то вот именно позитивной, создавать добро, божественный свет. Значит, и я расскажу напоследок один из самых своих любимых стихов. Илья пытается активно уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку. Красиво рядом станцевал. Смешной стих очень, да. То есть понятно, что нужно было ему заступиться или позвать милицию. То, что он красиво рядом станцевал, это просто, ну, такое, как шутка такая, да, показывающая, что надо, как сказал царь Давид в Салмах, отдались от зла и делая добро. То есть делая добро, создавая свет, мы очень много улучшаем сейчас мир. Вот кто думает, что уродивая икра, они не улучшают мир, глубоко ошибается. Очень сильно мы улучшаем мир. 32 тысячи часов просмотра уроков Торы в месяц на платформе ВАИКРА. Если взять все вместе уроки, просмотры во всех соцсетях, это огромное число. Представьте, 32 тысячи часов. У нас наша цель дойти до 100 тысяч в ближайшее время, а потом дойти до миллиона часов в месяц, как будто бы миллион человек по часу в день учат ТОРУ. И вы можете быть в этом прекрасном деле партнерами, потому что все партнеры ВАИКРА, спонсоры ВАИКРА, друзья ВАИКРА, то эти деньги мы вкладываем в создание божественного света, больше уроков, больше распространения. Поэтому присоединяйтесь. Когда будет миллион часов просмотра уроков Торы в месяц, это такой свет будет, что мы, знаете, как маячим. Все, Машеах, приходи, значит, тут уже светло. Поэтому давайте вместе создадим миллион часов уроков Торы в месяц просмотра. И мне кажется, что на вот этот свет, знаете, как маяк такой Всевышний пошлет Машеаха, и, значит, мы увидим прям исправление всего мира в заслугу наших с вами уроков Торы. Все, всем удачи, успехов, встречаемся с Божьей помощью завтра в 10.00. Все, всем пока, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok